МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Перл. На многих языках, включая идиш, перл означает жемчужина. Красиво, правда? Излишне красиво для полуголодного, полураздетого советского общества. Даже для кремлевской жены звучит претенциозно, вызывающе. И нужно иметь смелость, чтобы среди большевиков ходить с такой шикарной фамилией. Имя ее, Полина Молотова, было иным. Ее звали Перл, жемчужина. И она взяла себе имя Полина. И ее внучки вспоминали, что это был железный характер. И я поэтому в книге, главу о ней назвала жемчужином железное правие. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Перл. Карповская приехала в Москву из Запорожья на международный конгресс женщины. Шел 1921 год. Самой Полине жемчужиной, она уже называла себя так, едва исполнилось 19. К этому моменту она три года была в партии большевиков и уже успела зарекомендовать себя умницей и прекрасным организатором. 30-летний Вячеслав Молотов, на ту пору уже секретарь ЦК ВКПБ, отвечал за проведение съезда советских женщин. Первый женский конгресс, женщины в красных косынках, женщины постреволюционного призыва, уже идущие не в собственную революцию, а на заводы и фабрики, поднимать сельское хозяйство, руководить, управлять. Полина жемчужина сливалась с другими в таких же красных косынках. Но, видимо, она сумела привлечь внимание Молотова, и он заметил именно косынку Полины. В Запорожье Полина уже не вернулась, а въехала прямо в Кремль. Чувствовала ли это юная женщина из провинции какой-то дискомфорт, неуверенность, внезапно оказавшись среди высшей советской элиты? Наверняка. Но она ни разу не показала этого. Не из таких она была, Полина жемчужина. В первое время Молотовы жили в одной коммунальной квартире со Сталином и Надеждой Аллилуевой. Потом разъехались, но все равно были соседями, только коридор перейти. Молодые женщины сблизились. Их объединяло многое. В первую очередь возраст, естественно, положение, которое занимали их мулья, и то, что обе менее всего стремились стать обычными домашними женщинами, домохозяйками, для которых вся жизнь в семье и детях. И та, и другая работали в партийных органах, были довольно активны. Плюс ко всему Надежда Аллилуева, она тянулась к Полине жемчужиной. Яркая женщина, которая довольно хороший психолог, которая могла подсказать, поддержать в нужную минуту, которая, в принципе, хорошо разбиралась в мужчинах. Она была, ну, действительно стала настоящей подругой, неким глотком свежего воздуха для Аллилуевой. Именно Полина жемчужина была последним человеком, с которым перед своим самоубийством беседовала Надежда Аллилуева. После ее публичной ссоры со Сталиным, жемчужина выбежала за Аллилуевой на улицу, и они долгое время гуляли вместе. Аллилуева жаловалась, жемчужина слушала, успокаивала. Показалось, успокоила. Говорят, Аллилуева ей тогда такого про Сталина подрассказала, что страсть. После этого-то ее и хлопнули. Глупости. Если бы так, то тогда и жемчужину бы устранили. А я слышала, что у жемчужины и самой роман со Сталиным был. Даров, что ли, она потом его ета красила? Не может этого быть. Она заботилась о них просто из сострадания. Полина Семеновна не любила никого, кроме мужа. Да как же, так я и поверила. Что Полина Жемчужина испытала, когда ей первой позвонили и вызвали к телу несчастной самоубийцы? Это произошло еще до того, как о смерти жены сообщили Сталина. Ждала ли она чего-то подобного от подруги? Или в силу своего характера и представить себе не могла, что возможно такое решение проблемы? Решение без борьбы. По сути дела, сдача, отступление. Сама она никогда бы не поступила так. Не ее это был путь. Полина Жемчужина была женщиной очень сильной, очень умной. И она была уже советским и партийным работником, когда она познакомилась с Молотовым и стала жить с ним вместе. Она занимала самые разные, довольно высокие по нынешним и тогдашним временам посты. То есть она еще до войны возглавляла парфюмерную промышленность, там главное управление парфюмерной промышленности. Успех, например, парфюмерной промышленности, который достиг Советский Союз, полностью связан с ее именем. Причем на начало Советской власти, конец Российской империи, Россия даже не входила в десятку стран, которые могли бы похвастаться своей парфюмерией. Даже дизайн духов Красной Москва принадлежал Полине Семеновне. Она первой предложила сделать для парижской выставки флакончик в виде башни Кремля. Много позднее Анастас Микоян, которому непосредственно подчинялась наша парфюмерия, а как следствие и Полина Жемчужина, говорил, что если бы он в ту пору дал указание, чтобы наша парфюмерная промышленность превзошла французскую, то Полина Семеновна сделала бы это без проблем. Да, собственно, она к этой цели и так приблизилась в блаху. Помешали две вещи. Во-первых, начавшаяся подготовка ко Второй мировой войне, экономика Советского Союза встала на военные рельсы, какая уж тут парфюмерия. А во-вторых, Жемчужину перебросили на другое место. Теперь она возглавила рыбную промышленность. Считалось, что большевика, если он идейный и если он умеет руководить, можно назначить на любой пост, а уж там он разберется. Жемчужина действительно сумела это сделать. Она руководила весьма немалыми министерствами, даже была первой женщиной-наркомом. В принципе, Советский Союз дал миру две женщины. Это женщина-дипломатка Ланта и женщина-наркома Полина Жемчужина. Молотов очень любил свою властную супругу. Его письма к ней полны нежности и сдержанной страсти. Нехорошо читать чужие письма, тем более такие, совсем интимные. Но они все равно уже опубликованы. Позволим себе только одно. Вячеслав Михайлович написал его Полине Семеновне из Нью-Йорка, где он был с правительственной делегацией в 1946 году. Она никогда не подчеркивала, что она жена Молотова. И никто даже, то есть не то, что никто, многие знали в ее кругу, но подчиненные где-то в рыбной промышленности, начальники там каких-нибудь рыбозаводов, они не знали, что министр, то есть нарком у них жена Молотова. Впрочем, они оба были по сегодняшним меркам скромными людьми. Известна такая история. С 1943 года оба, и Полина Жемчужина, и Вячеслав Молотов, отсылали свои орденские купоны в один московский детский дом. Орденские купоны – это плата за полученные ордена. Ежемесячно они по правилам того времени превращались в деньги. Поступка своего Молотова не афишировали. Все это вскрылось только после того, как Вячеслав Михайлович попал в Апалу, и его отправили послом в Монголию. Полина Семеновна поехала с ним. Естественно, орденские купоны, а надо сказать, орденов у обоих было изрядное количество, перестали приходить в детский дом. По всей видимости, эти орденские деньги служили хорошим подспорьем детям, потому что спустя некоторое время после отъезда Молотовых в МИД пришла телеграмма. Директор детского дома интересовался тем, почему перестали поступать средства. Только тогда и выяснилось, что деньги эти были не МИДовскими, а личными Молотова и Жемчужиной. Из всех женщин, которые помимо семьи кремлевских занимались еще работой, Жемчужину выделял. В принципе, он не любил работающих женщин. Они ему не нравились. Наверное, они напоминали ему вот то в своеволии Надежды Сергеевны, которое, как он понимал, и довело ее до этого поступка. К тому, что он выделял, именно ее основания были. Дело в том, что таланты Полины Семеновны не ограничивались одной только сферой производства. Дома она тоже была очень на своем месте. Дочь обласкана, муж Вячеслав Михайлович или Вяча, как она его называла, обихожен и накормлен. Конечно, ей помогала в этом прислуга, но прислуга была командой. На капитанском же мостике семейного корабля Молотовых стояла Полина Семеновна. Она дом вела замечательно, у нее все было по часам. Как говорила ее внучка, если сегодня в среду была на обед молочная лапша, то лапша была. И ничего, ничто не могло изменить этого положения. Она, например, с моей женой говорила, а, говорит, Инночка, а вы когда моете посуду, вечером или утром? А Инна говорит, ну, я, говорит, иногда вечером, да, утром. Она говорит, нет, нельзя, надо, чтобы день начинался с чистого листа, надо мыть посуду вечером, если она не вымыта. Когда надежды Аллилуевой не стало, именно Полина Жемчужина взяла на себя заботу об осиротевших детях Сталина. Вдовцу, на руках у которого осталось двое сирот, а сам он, к тому же, полностью занят государственными делами, конечно же, были необходимы советы умной деловой женщины. У Полины Жемчужиной было все для того, чтобы стать такой советчицей и помощницей. Другим женщинам было очень далеко от нее. Плюс ко всему, она себя реально считала первой леди. Потому что надо учитывать, что сейчас мы смотрим на политическую историю Советского Союза, как на что-то... Есть Сталин, который задавил все. Вот тогда, даже если мы посмотрим прессу, Молотов был более публичной фигурой, чем Сталин. Если мы возьмем, например, подшивку такой классической газеты «Правда», как «За 1936 год», например, то портретов Молотова, его речей мы увидим почти вдвое больше, чем Сталина. Отсюда и, безусловно, влияние Полины Семеновны, как первой леди. Простая женщина из провинции, пусть очень умная, пусть вне всякого сомнения обладающая великолепным вкусом, но все же лишенная того культурного уровня, который едва ли не с рождения имеют дочери высокопоставленных людей, она в какой-то момент действительно почувствовала себя на вершине мира. И именно в середине 30-х это стало возможным. Ушли в прошлые революционные годы, когда женщине нужно было ходить в кожаной куртке и в красном платке. Советский Союз начал жить мирной жизнью. Устраивались балы, банкеты. Женщины одевались в нарядные платья, отправляясь в театры. Появилась советская мода. Открылся первый дом моделей. Полина Семеновна ощутила себя светской лицей. Выйдя из низов общества, она довольно быстро, приобретя вес, стала женщиной на европейский манер покровительницей театра. Отсюда было покровительство еврейского театра, знакомство с Лазовским, знакомство с Мерхольдом, с Михайлсом. Когда же образовалось государство Израиль, и в СССР в качестве посла прибыла знаменитая Голда Мейер, Полина Жемчужина, Перл Карповская, не могла не познакомиться и с ней. На этот счет существует несколько версий. По одной из них Жемчужина по собственной инициативе пошла на контакт с Голдой Мейер. На одном из приемов она подошла к ней и наидиш произнесла, «Я тоже дочь еврейского народа». Именно этой версией придерживались следователи уже после ареста Полины Семеновны. По другой, знакомство это было заданием известных органов, которое Жемчужина попросту провалила. Голда Мейер, которая, кстати сказать, как и Жемчужина, была родом с Украины, оказалась женщиной более умной и, главное, более опытной в политических интригах. Полине Жемчужины, как и многим другим знаменитым евреям Москвы, рекомендовали поближе связываться с представителями нового государства Израиль и стараться таким образом оказывать на них влияние, как бы влияние советское распространять на американское государство Израиль. Вот таким образом. Но чаще всего, как это бывает, получалось наоборот. Влияние Голда Мейера оказывалось, например, больше на ее советских подружек, чем советских подружек на Голда Меер. Говорят, что за делом Жемчужины стоял Берия, который начал сыграть на нее компромат еще тогда, когда она возглавляла парфюмерную промышленность. Было сфабриковано дело. Если верить ему, то именно тогда в нашу парфюмерию пробрались шпионы, естественно, немецкие. Видимо, отечественные духи и кремы были так хороши, что немцы, пренебрекши тайными французской парфюмерии, вознамерились завладеть секретами советской. Это уже само по себе даже в те времена выглядело надуманным до смешного, и Сталин ход делу не дал. Хотя Жемчужины объявили выговор и даже на какое-то время исключили из партии, но быстро восстановили. Другие исследователи считают, что к делу еврейского антифашистского комитета, по которому и проходила Полина Жемчужина, в первую очередь приложил руку Маленков. По третьей версии, которая выглядит наиболее правдоподобной, дело Жемчужины целиком заслуга самого Сталина. Он уже действительно был стар, голен, и своим великолепным звериным чутьем чувствовал, власть потихоньку ускользает у него из рук. Как ее удержать? Проверенным способом. Манипулируя людьми. Кто опаснее остальных именно сейчас? Молотов, которого он сам своими руками выдвинул на роль своего преемника. Молотов был удобен в этой роли. Фигура в политике явно не самостоятельная, но обладающая исключительным трудолюбием. Не секрет, что Сталин его называл чубанной жопой, за колоссальную роботоспособность, за то, что он не сомневался в том, что надо делать так, за то, что он не брал на себя никакой инициативы, за редким исключением, за одним и единственным исключением. И, в общем, такие люди были нужны. Но нужны на определенном этапе. Теперь же Сталин всерьез усомнился в том, что Молотов годится на роль преемника. Искать нового. Но каждый, кого он будет двигать вперед, рано или поздно споткнется о Молотова. Значит, Молотов должен уйти. Я думаю, что все-таки здесь не была какая-то нелюбовь Сталина именно к ним, к жемчужиной, а сугубо прагматический политический расчет против Молотова. Потому что Молотов как бы сделал свое дело, он должен был уйти. Способ уйти его был выбран через жену. Но это, кстати, сказать был фирменный способ Сталина. Впрочем, Полина Семеновна действительно, что называется, прокололась. Да еще как. Выболтать послу иностранного государства секретную информацию. Да еще выболтать так, что это тут же стало известно. Много лет спустя сама жемчужина сказала журналистам о том, что по большому счету легко отделалась. За такое могли бы и расстрелять. Сталин сам вручил Молотову расшифровку разговора Полины Семеновны с Голдой Мейер. Молотов позднее рассказывал поэту Феликсу Чуеву об этом эпизоде. Помню, когда мы сидели в ресторане ЦДЛ, Центральный дом литераторов, с Чуевым. И он говорит, Молотов мне сам показывал, что говорит, я как взял, как начал читать, что там в этой расшифровке, мне, говорит, колени затряслись. Мне стало дурно, говорит, перед Сталиным. Чего спрашивают, а что такое произошло? Чего это у вас затряслись колени? Вы же до сих пор никогда Сталина не боялись, и вдруг испугались Сталина. Вы же были с ним на «ты». А он говорит, был один разговор по очень серьезному государственному делу, делу, которое являлось такой государственной тайной, которую знали только я и Сталин. И вдруг эту государственную тайну Полина рассказывает Голдой Мейер. Стали думать, как такое могло произойти. И поняли, что дело это действительно обсуждалось в присутствии жемчужины. Сталин тогда был в гостях у Молотовых. Мужчины сидели и беседовали, а Полина Семеновна накрывала на стол. И, конечно же, слышала их разговор. Сталин говорит, надо что-то придумать, сам думай, что делать. Молотов, ты все-таки такой пост в государстве занимаешь. И Молотов предатель, это же никак не нравится. Значит, что делать? И Молотов, несмотря на то, что жемчужину очень любил, но закон есть закон, это не слюнтяйство Молотова, предлагает, давай я с ней разведусь. Как мне это не тяжело, я разведусь. Это была для него личная трагедия, для Молотова. Впрочем, многие исследователи, достаточно зная и характер Молотова, и характер жемчужиной, уверены, что Полина сама предложила мужу развод. Она прекрасно понимала, что только так может уберечь его и дочь от репрессий. Она приняла решение и довела дело до конца. Меня поражает история Молотова. Там была любовь в жене совершенно поразительная. До самого последнего дня его жизни. Ее уже не было в жизни. И все равно в застольях рассказывают все свидетели, все люди, которые сидели рядом с ним. Он говорит за родину, за Сталина. И третий тост за Полину Семенову. За женщину, с которой он прошел всю свою жизнь. Когда на 4 года она выбыла из лона семьи и попала в ссылку, он не только ничего не сделал, чтобы ее спасти, она сама приказала ему развестись с ней. А говорят, что все эти истории про еврейский заговор чистой воды вранье. И арестовали ее совсем не за это. А за что же? Только не говорите мне, что из-за того, что я ей когда-то рассказала Алилуева про Сталина, слишком много времени прошло. Да при чем здесь Алилуева? Проворовалась баба, вот и все. Ну, уже ты чистой воды навет. Может и так. Но люди-то говорят, а дыма, как известно, без огня не бывает. Разговоры эти действительно имели под собой некоторое основание. И основание это находилось не где-нибудь, а в американском посольстве. Дело в том, что в 1936-38 году послом Соединенных Штатов в России был Джозеф Дэвис. Он был женат на Марджори Дэвис. Это был ее третий брак. Женщина весьма состоятельный. И она любила коллекционировать предметы искусства и старины. И попросту говоря, вот этого самого Джозефа Дэвиса Сталин купил. То есть, за бесценок, или продавая, или подсовывая, в полном смысле слова, предметы искусства, старины и так далее и тому подобное. Сталин в основном это делал через Молотова и его жену. И в архиве есть свидетельство того, что где-то, где-то Полина Жемчужина определенные лимиты превышала. Ну, там существовал своеобразный такой бартер. Допустим, Марджори Дэвис могла отправить детям Молотова какую-нибудь беличью шубку. Взамен получала нечто из охраны. Предприятие не было безуспешным. Джозеф Дэвис в течение всего срока своего пребывания в СССР в качестве посла усердно снабжал президента Рузвельта позитивной информацией о нашей стране. Он убеждал его в том, что Сталин делает доброе дело, что он союзник США по борьбе с Гитлером, а репрессия лишь способ укрепить власть. Кстати сказать, Джозеф Дэвис оказался единственным иностранным западным дипломатом, который в 1945 году был награжден орденом Ленина. Что касается Полины Жемчужины, она состояла в достаточно близкой переписке с Марджори Дэвис. И по этой переписке сохранилась в архиве. И по этой переписке можно заключить, что Бартер, так называемый, был весьма и весьма неравноценным. И, собственно, понимаете, вот эти самые грешки 1936-1938 года, в эпоху Холодной войны, они обернулись против Полины Жемчужины. То есть ситуация совершенно другая. Но официальная версия была другая, тем не менее. Впрочем, это ни о чем не говорит. Принцип «был бы человек, а статья найдется» действовал тогда исключительно четко. А под статью и доказательства набрать не составляло труда. Как бы то ни было, то ли за неосторожный разговор с Голдой Мейер, то ли за Бартер с Марджори Дэвис, или просто для того, чтобы посадить на короткий поводок самого Вячеслава Молотова, Полину Жемчужину арестовали. Правда, не сразу. Какое-то время после того, как она развелась с Молотовым и ушла из семьи, она оставалась на свободе. Жила у брата и сестры. И очень тосковала по мужу и дочери. Лишь изредка к ней заезжал зять, муж Светланы Молотовой. Он сажал ее в машину и вез к забору Молотовской правительственной дачи. Там они гуляли. И Вячеслав Михайлович рассказывал ей семейные новости. Жемчужина возвращалась к брату с ощущением, что побывала дома. Они действительно очень любили друг друга. Молотов протестовал против ареста Жемчужиной на заседании Политбюро, где принималось это решение по докладу Берия. И он был первым, кто сообщил жене дома такова легенда, что Полина вот есть решение об аресте. И она кричала, и ты не возражал. Он говорит, я возражал, но были такие, такие сильные доказательства. Ее арестовали, и он это переживал. Феликс Чуев записал рассказ Молотова про то заседание Политбюро. Дело было сделано, не подкопаешься, говорил Молотов. Чекисты постарались. В чем ее обвиняли? В связи с сионистской организацией, с послом Израиля Голдемеев. Хотела сделать Крым еврейской автономной областью. Были у нее слишком хорошие отношения с Михоэлсом. И ты поверил, закричала она, когда я сказал, в чем ее обвиняют. Конечно, ей надо было быть более разборчивой в знакомствах. Ее сняли с работы, какое-то время не арестовывали. Арестовали, вызвав в ЦК. Между мной и Сталином, как говорится, пробежала черная кошка. Жемчужина получила 4 года. И вот очень любопытно. Таких пухлых папки. Я познакомилась с ним достаточно внимательно. Там было все, что угодно. Доносы на нее самые невероятные, в том числе и членов антифашистского комитета. Там были ее сотрудники с кошмарными наветами. Ее родственники, которые ее, как принято сейчас говорить, закладывали. Рассказывая совершенно ненужные подробности ее характера. Не имевшие отношения к шпионской, сионистской деятельности, в которой ее обвиняли. Там не было ни одного ее признания. Она действительно была женщиной с железным характером. Арест не сломил ее и даже не изменил ее взглядов. На Лубянке ее много допрашивали, но не били. И все это время она ждала хоть какой-то помощи от мужа. Особенно на нее не надеялась. Слишком хорошо понимала ситуацию. Но не могла не ждать. Хотя бы знакомого автомобильного гудка под окнами. Тогда были запрещены сигналы автомобилей, чтобы не перенасыщать гул, существующий на улице. А у правительственных машин была такая резкая, такие резкие сигналы. И Полина Семеновна говорит, я внимательно слушала, не раздастся ли сигнал. Я знала сигнал машины Вячеслава Михайловича. И Вячеслав Михайлович подтвердил, да, проезжая площадь, я иногда говорил, ну-ка дай три таких сигнала своему шоферу. Все, кто знал Молотова и Жемчужину, говорили о том, что они были прекрасной и любящей парой. Даже то, как повела себя Полина Семеновна, разведясь с мужем, в первую очередь говорит о силе ее чувств к нему. И как же дико выглядит вся эта ситуация. Жена сидит в тюрьме по политическому делу, муж едет мимо на правительственной машине в Кремль. Но там он не пойдет к Сталину с новой просьбой освободить жену. Каждый из членов политбюро, будь то Молотов, Ворошилов или кто угодно, прекрасно понимали, что, скажая ни слова против Сталина, завтра же их объявят врагами народа со всеми вытекающими последствиями. Поэтому все они дрожали, все боялись и Сталина, боялись и друг друга. Характерная деталь. В следственном деле Жемчужиной, а это несколько довольно-таки объемных папок, нигде нет показаний свидетеля Молотова. Человека, с которым она прожила к этому моменту 27 лет. Может быть, его допрашивают, но допросы таких людей в дела преступников не подшивались. Вряд ли. Она пошла на то, чтобы развестись с ним, чтобы оградить его от ареста. На что решился он? Ни на что. Он будет молчать и терпеть во имя коммунизма и Сталина, которому был бесконечно предан. Да он ее просто сдал. Спросил только, ко мне претензии есть? Сказали нет. Он и умыл ручки. Но что он мог сделать? Сунешься только сам, с жизнью простишься. Не больно-то об этом настоящие мужики думают. Значит, слезняк был. И точка. Любила она его. И сама оградила от неприятностей. Да и на допросах молчала. Ни слова про него не сказала. Все отрицала. Ой, да ладно. Однажды только она рассказала очень подробно, как ее арестовывали, как ее допрашивали, как ее судили, как ее высылали, как она жила, по-моему, в Казахстане и как ее освобождали. И кроме меня, я думаю, никто уже этого рассказать не может. Александр Ушаков в течение многих лет был другом семьи Молотовых. И рассказ этот он слышал собственными ушами. Это произошло как-то на даче. На даче. Мы сидели там, выпивали. А надо сказать, что Вячеслав Михайлович-то любил выпить. И Полина Семеновна, кстати. Но Вячеслав Михайлович был очень крепок. Когда было ему 80 лет, по-моему, а может быть и больше, я подумал, ну что подарить. А у меня был такой коньяк, вывершка, лет 40 вывершки. Я думаю, ну я принес. И он был доволен, поставил, он любил очень коньяк. И он эту бутылку за вечер выпил один. И он всегда был в норме. Полина Семеновна любила, так сказать, немножко выпить. И она веселела. Веселела. Там глаза начинали блестеть. Но она была каким-то более нормальным, живым человеком. Разговор зашел, в общем, не помню, как это все началось. Но вдруг она стала рассказывать. Она стала рассказывать. Я думаю, что это даже семья, дочь и внуки как-то, может, и не слышали. Потому что сразу наступило какое-то затишье. И она сказала, когда ее арестовали, она думала, что это какая-то чепуха. А я говорю, Полина Семеновна, а какое вам обвинение? Мне, значит, предъявили обвинение в покушении, подготовке к покушению на Сталину. После окончания следствия Полину Жемчужину отправили в ссылку в Кустанай. Кустанай был городом ссыльных. Местные ссыльных определили за версту. Их было видно даже по походке. Потому как они держали себя. Всех. Но не Жемчужину. Полина Семеновна ведь даже на рынке умудрялась вести себя как хозяйка, пришедшая выбирать продукты. Это говорит об очень большой силе воли этой женщины. Известна такая вещь, когда она ходила по рынку. И, знаете, старые советские рынки, где стоят много женщин, квашеная капуста, сметана. И дальше была перед ними мисочка, где можно было попробовать, что за товар. Ну, в принципе, пройтись по такому ряду, а кормили ссылки очень плохо, Полина Семеновна вот так вот восполняла нехватку продуктов. Ну, конечно, со временем уже примелькалась, никакая внешность уже не выдавала. Ее гнали. Жемчужина рассказывала, что в Кустаная она жила, по сути дела, в степи. Была изба, и был солдат, который ее охранял. Сходные продукты привозили. Еду она готовила себе сама. Было холодно, потому что изба не особенно была пригодна для жизни. Иногда появлялись военные, которые устраивали обыск. Искали, по всей видимости, какие-то крамольные записи. Но не находили ничего, кроме конспектов классиков марксизма-ленинизма. У Полины Семеновны была очень партия. Когда она сидела, находилась в ссылке, то у нее было такое правило. Ей нужны были три вещи. Мыло, для того, чтобы быть чистой, быть лук, чтобы не заболеть цингой, и бумага, чтобы конспектировать Маркса и Ленина. И у нее были эти конспекты в большом порядке в тетради. Такая формация, такой человек, такая личность. А потом наступил 1953 год. Среди ночи к избе, в которой жила Полина Семеновна, подъехала машина. Было очень холодно. И жемчужина рассказывала, что в этот момент начала прощаться с жизнью. Ее отвезли на аэродром и посадили в военный самолет. Долгий перелет в неизвестность и черный воронок на взлетно-посадочной полосе. Вскоре она поняла, что ее привезли на Лубянку. Начали, говорит, очень сильно и много допрашивать. Я говорю, били или нет? Нет, не били. Не били. Но, говорит, очень часто не давали спать. Вот допросы шли, такая, оказывается, система. Она мне сказала, говорит, вот когда не дают спать, это хуже, чем если бы били. Вот. И для меня, говорит, что-то меня вот так переламывало все из-за этого. И вот только я вот вдруг подъем, ведут к следователю, и тот начинает. Не дает спать ни на секунду. Наверное, они сейчас уже арестовали и Вячеслава Михайловича, и арестовывать будут, вот, так сказать, членов Политбюро, о которых расспрашивалось все это. И, наконец, говорит, я уже была доведена вообще до какого-то невероятного, в общем, такого, чувства, что все, вот я сейчас помру, уже жить невозможно. После очередного допроса жемчужину отправили обратно в камеру. Она сидела в одиночке. Камера, соответственно, была пуста, и только посреди грубого тюремного стола стояла огромная ваза с апельсинами и мандаринами. Поначалу Полина Семеновна подумала, что они отравленные. Позднее она рассказывала. Я закричала. Со мной началась истерика, и я потеряла сознание. Я очнулась, потому что стояли какие-то люди, и стоял какой-то человек, я поняла, что это врач. У меня такое было полусонное состояние какое-то, ватная голова, хорошо помню эту фразу, и меня опять повели. Я говорю, думаю, ну, опять сейчас будут. Это они сделали, чтобы сломить меня. И вдруг я, говорит, понимаю, что меня ведут как-то иначе. Ну, там были свои маршруты в этой внутренней тюрьме. Ведут, 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 и я... Что такое? Думаю, наверное, вот они ведут меня, чтобы расстрелять. Вот ведут, ведут. Но вдруг я вижу, заходят в коридор, где, как говорится, не какой-то подвал, а, в общем, ковровая дорожка. Заводят какую-то большую, так сказать, комнату. И далеко-далеко стоит стол, и какой-то знакомый человек сидит. И вдруг этот человек встает и говорит, Полина Семеновна, я хочу вас поздравить, вы настоящий коммунист. И я вижу, что это Берия, я теряю сознание. Этот обморок Полины Жемчужины эпизод известный. Разные исследователи трактуют его по-разному. Наиболее распространен такой вариант. Жемчужину привезли к Берии. Она задала ему один единственный вопрос. Как здоровье Иосифа? Иосифа больше нет, ответил Берия, и Жемчужина потеряла сознание. Она появилась, ее привел Берия. Вернее, когда был день рождения у Молотова, и он совпал с праздником октября, они спускались с трибуны, и Берия и Маленков спросили, что тебе подарить, Вячеслав? Он сказал, верните Полину. Полину вернули, ее ввели в кабинет Берия. Это было уже после смерти Сталина. Она еще не знала об этой смерти, но знала о болезни. Она спросила, что с Иосифом? Это были первые слова, не здравствуй. Она говорит, что с Иосифом? Иосифа больше нет. И тут она падает в обморок. Она теряет сознание, вот как потеряла бы дама 18 века, увидев обезглавленный труп возлюбленного. Я почему-то думаю, что с самого начала Полина Жемчужина была влюблена в Сталина. Сталин действительно мог производить на Полину Жемчужину впечатление сильного мужчины, хозяина жизни. Она сама была женщиной с железным характером, и ей не могли не нравиться столь же волевые мужчины. Молотов по сравнению со Сталином выглядел фигурой куда более слабой и не самодостаточной. Но это лишь рассуждение, не более. Доказательств никаких нет. Знаете, есть очень хорошая фраза Фарина Ранецкая, да? Если женщина кем-то восторгается, она его любит. В этом плане Полина Семеновна любила Сталина. Она восторгалась им как политиком, как идейным человеком. Отсюда, безусловно, доля любви была. Была ли эта любовь более плотская, это уже судить не надо. Она была предана Сталину. Никакой любви в таком, я бы сказал, женском, житейском понимании не было и не могло быть. А любовь к вождю, она приветствовалась, она насаждалась. Одно известно точно, от самой же Жемчужины. Она до конца своих дней держала обиду на Сталина, который, по ее мнению, поступил с ней несправедливо. А с мужем она прожила в согласии и любви до самой смерти. Это была одна из немногих, ну, по-настоящему счастливых пар среди членов политбюро. Как кажется, и Полина Жемчужина, и Вячеслав Молотов, они были однолюбыми. Про них никаких сведений о том, что у них были какие-то другие сердечные привязанности, нету. За столько десятилетий об этом бы уже кто-нибудь вспомнил бы. Вон сколько сейчас уже любовниц Берии появляется, да. Там любовницы Сталина тоже возникают, но там это, скорее всего, придуманы. А каких-то намеков на любовные связи Молотова, ну, никогда не было. Ни его друзья, ни недруги никогда об этом не вспоминали. Так что они действительно друг друга любили. В 1978 году Алексей Арбузов снял фильм по своей же повести. Фильм назывался «Старомодная комедия». Сыграли в нем Алиса Фрейндлих и Игорь Владимиров. Там есть очень интересный момент, когда женщина вспоминает, что ходила по Арбату, видела двух старичков, которые тесно прижавшись друг к другу, шли, такие веселые, радостные. Я встретила их поздно вечером на Арбате. Они шли довольно медленно, старенькие были очень, но такие аккуратненькие, аккуратно одеты, жидкие, более счастливых людей я не встречала. Это воспоминание о Молотове и Жемчужине, когда она еще была жива, и они вместе гуляли по Арбату. Вот люди даже приходили специально на Арбат, чтобы посмотреть на вот эту вот счастливую старость. То, о чем мечтает мать. Полина Семеновна Жемчужина умерла 1 мая 1960 года. Она сильно болела до ареста. Какие-то непонятные желудочные боли мучили ее постоянно. Но удивительное дело, все они прошли после возвращения из ссылки. Изнеженный, сытый и обеспеченный жизнью организм закалился в полуголодных кустанайских степях. Но ничто не проходит бесследно. Три инфаркта подряд, операция на сердце и в конец изношенные нервы. К моменту ее смерти Молотов уже давно был в опале и доживал жизнь на даче, которую оставили за их семьей не потому, что Вячеслав Михайлович в течение многих лет возглавлял правительство Союза Советских Социалистических Республик, а потому, что Полина Семеновна пострадала от сталинских репрессий. Его речь на похоронах жены была едва ли не первым его появлением на публике за долгие годы. Никогда я не слышал, как это иногда бывает в других семьях, даже у пожилых людей, когда они что-то нежное скажут друг другу. Никогда никакой нежности из стороны Вячеслава Михайловича по отношению к Полине Семеновне я не видел. Нежность была только иногда в том, как он на нее смотрел. Вот мягко как-то. А здесь, вот в том, что он говорил на поминках, было много нежности вообще. Очень много нежности. Когда речь была закончена, Молотов заплакал. Он не рыдал, нет. Слезы просто тихо катились по его щекам, и он не мог их остановить. На Западе фамилию Вячеслава Молотова знают прежде всего через словосочетание «коктейль Молотова». Так называется бутылка с зажигательной смесью, которую можно швырнуть во врага. Оружие незатейливое и эффективное. Сам Молотов, кстати сказать, к изобретению этому никакого отношения не имел. Про Полину, Жемчужину ничего не знают. Не только там, за границей, но и у нас. Какими они были на самом деле? Добрыми? Злыми? Да и можно ли их судить с позиций современности, не испытав на собственной шкуре того, что довелось пережить им. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok